здравствуйте виноградари с вами снова Юрий Егорутин сегодня 17 апреля свой виноградник я пока что еще не открывал и сегодня на примере вот этого небольшого участка я расскажу о сухой подвязки винограда мы открыли свой виноград вот в данном случае мой виноград был укрыт вот таком подземном воздушном канале давайте посмотрим и смотрим у меня лоза находится внутри канала воды здесь нет все нормально хотя в этом году уровень воды на моем винограднике поднялся очень высоко и приблизительно наверно на глубине 50 сантиметров уже находится вода и вот когда вы открыли свой виноградник вот я например еще подвязывать не буду у меня лоза будет находиться в этом подземном воздушном канале но рано или поздно мне все-таки придется подвязывать эту лозу мы открыли свой виноградник от зимнего укрытия и должны провести так называемую сухую подвязку рукавов и плодовых стрел этих рукавах и плодовых стрелках еще нет зеленых побегов поэтому этот тип подвязки называют сухой есть еще подвязка зеленая или летние это когда необходимо подвязать уже молодые растущие зеленые побеги и давайте я немножко расскажу об этом кусте винограда смотрите он находится внутри этого канала здесь я формирую 4 рукавный бесштамбовый веерный куст винограда под укрытие смотрите я достал два побега это третий год этому кусту будет и в этом году если все будет нормально то будем получать первый урожай и кто смотрит мои ролики уже последние два года вместе со мной тоже должны получить первый урожай так вот на этом кусте в прошлом году я вырастил вот такие четыре длинные побеги два из них смотрите я извлек и подвязал к нижней проволоке вот здесь находится еще два побега и они будут подвязаны зеркально то есть в обратную сторону вот такие два побега будут подвязаны и так как у меня шпалера 2 плоскостная то для каждого рукава у меня своя плоскость вот у меня ближняя плоскость один побег подвязан а вот дальняя плоскость второй побег подвязан если вы хотите посмотреть то вот такая у меня шпалера 2 плоскостная и дополнительно еще и с козырьком и вот здесь у меня одна плоскость а вот там 2 и кажется что нет ничего сложного в сухой подвязки но есть все же несколько моментов на которые я и обратить ваше внимание первый момент подвязка виноградных лос вот таким образом как вы сейчас видите лучше всего должна быть проведена когда минует угроза заморозков но как правило мы не можем прогнозировать все с точностью сто процентов поэтому полагаемся только на свой опыт либо на прогноз погоды и вот на какие моменты я прошу обратить ваше внимание рукава и плодовые стрелки должны быть надежно закреплены на шпалере но не слишком плотно нужно учитывать что и рукава и плодовые стрелки за сезон могут сильно увеличиваться в диаметре иногда в два и более раз если провести очень плотную подвязку то вот эта подвязка просто врежется в наши побеги в лучшем случае просто окольцует а в худшем случае возможно осенью вот на этом месте наши лозы просто переломаются подвязывать можно любым материалом главное не очень плотно лично я подвязываю кабельными стяжками мне так удобно они у меня просто еще остались и вот обратите внимание видите вот в этом месте очень хороший зазор я оставил между лозой и проволокой смотрите вот в этом месте видите здесь тоже подвязка посередине вот этой лозы очень многое оставил а вот самый край лозы можно привязать очень плотно так чтобы он даже не двигался и еще давайте немножко скажу построению вот этого побега значит горизонтальная часть это у меня плодовая стрелка а наклонная часть это у меня рукав в данном случае это один и тот же побег но функции каждой части уже разделены наклонная часть рукав горизонтальная плодовая стрелка и второй очень важный момент в какое время лучше всего проводить вот эту сухую подвязку дело в том что лоза весной может быть очень хрупкой но если у нас на зиму кусты укрывались обычной почвой либо вот так как у меня они находились в подземном воздушном канале но там практически стопроцентная влажность то сразу после открытия лоза достаточно сырая и очень гибкая и поэтому стоит ее немедленно подвязать вот так как моем случае если по прогнозу возможной заморозки то лозы после открытия вместо немедленной сухой подвязки можно просто расположить почти вертикально чтобы уйти от возможного заморозка который чаще всего будет непосредственно над землей но предположим что уже случилось так что вы открыли но предполагается заморозок поэтому вот эту часть лозы не нужно подвязывать горизонтально а просто подвязать ее вот таким образом вертикально естественно временно все таки чем выше лоза находится от поверхности почвы весной как правило температура все-таки чуть выше и возможно это может спасти наши лозы от заморозка так вот если сразу после открытия когда лоза была укрыта почвой либо вот так как у меня воздушном подземном канале и было еще достаточно гибкой и сырой и вот если нам в этот момент подвязать не удалось и лоза подсохла не нужно торопиться и подвязывать сухую хрупкую лозу иначе можно наломать очень много лоз на дождаться начало сокодвижения но до набухания почек и лоза снова станет гибкой и можно подвязывать но здесь есть тоже очень важный момент до набухания почек сами почки очень крепко держатся на лозе и поэтому не стоит слишком затягивать с подвязкой когда уже началось сокодвижение потому что вслед за сокодвижением начинают набухать почки и вот в этот момент они очень слабо держатся на лозе и любое неверное наше движение любой удар любой щелчок по лозе и вот эти почки просто рассыпаются в разные стороны на это тоже нужно обратить внимание и поэтому помните об этом моменте если лоза сухая можно ее обломать если набухли почки то они очень легко осыпаются теперь еще такой момент обратите внимание я подвязал вот часть лозы горизонтально такая подвязка проводится для того чтобы получать урожай если бы я например хотел сформировать продолжение вот этого рукава вот смотрите в данном случае длина вот этого побега 2 метра мы предположим мне нужен рукав длиной 4 метра тот таком случае такая подвязка не подойдет таком случае мне нужно вот этот побег подвязать вертикально и тогда за счет того что у винограда ярко выражена вертикальная полярность то есть в рост пойдет лучше всего самая последняя почка вот на этом побеге то есть если мне нужно формировать длинный штамп то вот таким образом подвязывать не стоит нужно подвязать вертикально либо почти вертикально и тогда с большой долей вероятностью лучше всего будет расти вот этот глазок из этого глазка я доформирую свой рукав ну предположим мне нужен рукав длиной 4 либо больше метров если я подвяжу вот таким образом горизонтально зачем я подвязал вот таким образом чтобы развитие вот этих глазков шло более равномерным то у меня и вот этот глазок и вот этот и вот этот и последний глазок будут развиваться одинаково поэтому лучше всего если вы хотите формировать дальше удлинять свой рукав такие побеги располагают вертикально либо под небольшим наклоном по подвязке плодовых лоз обратите внимание вот это у меня плодовая лоза либо плодовая стрелка лучше всего их подвязывать именно вот таким образом горизонтально это самый лучший вариант кстати встречал литературе такие сведения что вот если край вот этой лозы вот именно этот край завернуть резко вниз то есть подвязать вот такой другой то вызревание и ягод и самой лозы затягивается я это естественно не проверял но такие данные встречал литературе поэтому считается что лучше всего подвязка плодовой лозы плодовой стрелки должна быть проведена вот таким образом горизонтально то есть вот из этих глазков будет получен в этом году урожай и так собственно говоря вот это и все важные моменты по сухой подвязки винограда давайте просто подытожим зачем же мы все-таки проводим вот эту сухую подвязку первое мы закрепляем несущие части куста штамп рукава придаем им устойчивое положение то есть обратите внимание мой рукав подвязан плодовая стрелка подвязана и все это находится в устойчивом положении второй очень важный момент сухой подвязкой мы распределяем побеги плодовые стрелки рукава равномерно по шпалере чтобы не было загущения чтобы было проветривание смотрите вот так как в этом случае как я вам говорил здесь у меня четыре рукава и каждому рукаву каждой плодовой стрелки вот такой сухой подвязкой определяется вполне определенное место смотрите один рукав влево у меня уходит на ближней плоскости находится плодовая стрелка на дальней плоскости вторая плодовая стрелка и здесь еще два рукава которых нет но они располагаются точно так зеркально но в обратную сторону в эту сторону на ближней плоскости и в эту же сторону на дальней плоскости то есть каждой плодовой стрелки И выделено свое место на шпалере. То есть я не взял все четыре рукава, завернул в одну сторону и одним пучком все это связал. Там не будет проветривания, там не будет достаточного количества места. И скорее всего я просто не получу урожай. Итак, еще одна главная цель сухой подвязки, это распределить побеги. Дать каждому плодовому звену, либо плодовой стрелке свое место. Чтобы не было загущения, чтобы не было взаимного затенения, чтобы было меньше болезней. И еще один момент. Обратили внимание, что плодовую стрелку я подвязал, просто подвязал к нижней проволоке. При этом я видел иногда, что вот эту плодовую стрелку, экономив вот эти подвязки, просто вот так вот заворачивают вокруг нижней проволоки. А самый край лозы просто подвязывают. Так вот, я никогда этого не делаю. По первой причине, когда вы начнете вот так обматывать свою плодовую стрелку вокруг нижней проволоки, иногда некоторые глазки либо обламываются, либо просто упираются в проволоку. Затем будут проблемы с их ростом. И самый главный момент, затем осенью, когда вы начнете все это распутывать, тоже придется вам поработать. Причем еще один интересный момент, что лозу нужно подвязать таким образом, чтобы один глазок смотрел на вас, вот в эту сторону, а второй вот в ту сторону, от вас. И когда пойдут они в рост, то их будет очень удобно подвязывать. Вот если вы начнете эту плодовую стрелку заворачивать вот вокруг нижней проволоки, многие глазки могут смотреть просто вниз, многие вверх. Вот те, которые вверх, те, конечно, легко можно подвязать. А вот те, которые вниз, уже неудачно. Поэтому я подвязываю плодовые стрелки вот только таким образом. Они у меня свободно просто соприкасаются вот с нижней проволокой. Причем эта лоза вращается вокруг своей оси, и у меня нет побегов ни нижних, ни верхних. А есть только, как говорят, левые и правые. И гораздо проще подвязывать. Теперь третий момент по подвязке. Длинные плодовые стрелки, либо плодовые лозы, вот так как у меня, подвязывают горизонтально. Не вертикально, не под наклоном, а лучше всего именно горизонтально. Теперь обратите внимание, я уже несколько раз говорю, нижняя проволока, нижняя проволока. Так вот, нижняя проволока должна находиться на каком-то расстоянии от поверхности почвы. И вот задача сухой подвязки заключается и в этом. Мы должны подвязать наши плодовые таким образом, чтобы грозди на наших плодовых стрелках не соприкасались с поверхностью почвы. И желательно были на достаточно большом расстоянии от поверхности почвы. Именно вот при таких формировках, когда мы укрываем виноград на зиму, нам не удается убрать наши грозди достаточно далеко от поверхности почвы. Но обычно на шпалерах, вот для такой формировки, нижняя проволока находится на расстоянии от 40 до 60 сантиметров от поверхности почвы. И, например, если из этого глазка у меня будет расти вверх побег, то вот приблизительно в этом месте у меня будет гроздь. Ну и до поверхности почвы где-то 40-50 сантиметров. Получается, что кажется, что эта сухая подвязка ничего не значит и достаточно легкая. Но не подвяжете вы правильно и будут большие проблемы с дальнейшим уходом и выращиванием винограда. И вот я и завершил сухую подвязку этого куста винограда. Рассказал о самых важных моментах сухой подвязки. И надеюсь, что вы тоже без поломок удачно проведете сухую подвязку своего виноградника. А с вами был Юрий Егорутин. До скорой встречи. До свидания. Пока.